здравствуйте дорогие зрители подписчики и гости нашего канала вы смотрите цветов доме комнатные растения и сегодня мы с вами поговорим о том какой вы цветовод любители комнатных цветов часто жалуются что некоторые растения не растут в их доме даже самый лучший уход за ними не помогает вернуть растениям силу и хороший внешний вид бывает и так что растения поражены какой-то болезнью которую не удается победить даже самыми эффективными средствами существует несколько причин этому одна из которых заключена в особенностях характера людей разных знаков зодиака как правило рожденные под знаком скорпиона жалуются что на выращиваемых ими растениях постоянно живут насекомые паразиты тельцы часто бывают недовольны слишком медленным ростом своих растений а близнецы никак не могут добиться от своих зеленых любимцев цветов или плодов опыт общения с цветоводами показывает что люди одного знака зодиака сталкиваются с очень похожими проблемами растений определение особенности наших характеров и энергия нашего знака зодиака как раз и создают благоприятные условия для паразитов поражающих наше растение независимо от их знака зодиака способствует слишком бурному или замедленному росту растений помогают или мешают растениям зацвести и дать плоды каждый может стать хорошим цветоводом но для этого полезно знать о наиболее вероятных проблемах которые могут возникнуть с вашим зеленым питомцем и о секретах цветоводства вашего знака зодиака ну что ж начнем овны цветоводы могут столкнуться с проблемой чрезмерно быстрого высыхания почвы в которой растут их цветы и как следствие засыхание растений хотя огненная стихия включает в себя три знака овен из них самый горячий его горячая натура внутренний жар и импульсивность поглощают влагу из растений за которыми он ухаживает для здоровой жизни вашим растениям нужен более обильный полив чем это рекомендуют справочники цветоводы тельцы должны помнить о чувстве меры ухаживая за своими зелеными питомцами телец знак экономный его растения могут страдать из-за переизбытка удобрений чрезмерного полива или освещения растения за которыми ухаживает телец подчиняются закону экономии будут даже лучше себя чувствовать при нехватке питательных веществ поэтому нет смысла баловать их разными удобрениями удобряя и поливая растения всегда следуйте инструкции не повышайте дозы удобрений лучше наоборот немного снижайте их не удобряйте цветы в зимний период а летом защищайте от избытка солнечного света растения за которыми ухаживают близнецы могут очень быстро расти причем вытягиваться не только вверх но и в стороны это связано с тем что близнецы знак движения и коммуникации этот знак заведует и обменом веществ быстрый рост цветов благо для любителей комнатных растений но интенсивность роста ускоряет обмен веществ и частая подкормка становится необходимой если вы не хотите видеть как вытягиваясь ваши растения погибают от истощения почаще подкармливайте их разнообразными питательными веществами близнецы знак воздушной стихии который наибольшей степени отражает ее суть и растения за которыми ухаживают близнецы лучше себя чувствует в комнате со свежим воздухом частая подкормка разнообразными питательными веществами и чистый воздух вот два секрета успеха близнецов цветоводов нередко цветоводы раки жалуются что их растения внезапно погибают в расцвете сил рак знак водной стихии и как правило причиной болезни или гибели растений за которыми ухаживает рак является переувлажнение почвы или слишком влажный воздух часто зеленые питомцы раков цветоводов страдают от черной ножки и гнили корневой системы заболеваний вызванных переувлажнением почвы не заливайте свои растения особенно в зимний период давайте земле в горшках подсохнуть тогда проблем с растением будет намного меньше растения за которыми ухаживает лев независимо от их знака зодиака нуждаются в повышенном освещении львом управляет солнце что делает его знаком света и любви ваши растения будут прекрасно себя чувствовать если вы поможете им наслаждаться светом поместив в светлое место комнаты устроив для них искусственную подсветку известно что растение лучше себя чувствует если ухаживающий за ними человек неформально подходит к вопросам цветоводства а разговаривает с растениями но наибольшую пользу от разговора с растениями получит именно лев родившись под знаком любви лев цветовод должен показать растениям свою любовь и делом и словом дева является знаком земного служения что делает необходимым для дев цветоводов тщательный уход за растением чтобы растение которое выращивает дева хорошо себя чувствовали следует окружить их заботой служить им для девы не существует универсального совета следуя которому она увидит своих зеленых питомцев сильными и красивыми ее растения должны чувствовать что о них заботятся регулярно поливайте подкармливайте свои растения стирайте с их листьев пыль не заставляйте растения томиться в слишком тесных горшках обрезайте сухие листья подвязывайте вьющиеся стебли будьте нянькой для своих растений и тогда они не будут болеть цветоводом весам желающим видеть свои растения сильными и здоровыми полезно знать что для процветания их растениям нужны не столько удобрения сколько красивый горшок и регулярный уход за внешним видом весы знак эстет знак стремления и гармонии и какие бы растения не выращивал человек родившийся под этим знаком они будут здоровыми если их листочки всегда будут вымытыми а веточки аккуратно подстриженными конечно поливать и удобрять комнатные растения необходимо но весы вырастет здоровый сад благодаря не столько удобрениям сколько контролю за эстетическим видом растения почаще поворачивайте горшок с растением а чтобы стебель не сутулился не изгибался стремясь к свету удаляйте засохшие листья и цветки которые портят внешний вид подрезайте пышные растения придавая кроне красивую форму скорпионы любители комнатных растений нередко негодуют из-за нашествия на их садик различных насекомых вредителей такова уж природа скорпиона притягивающая к нему опасных болезнетворных паразитов скорпион единственный знак изначально наделенный ядом не обязательно представители этого знака обладают неприятным ядовитым характером но в них заключена потенциально ядовитая энергия скорпионам цветоводам можно посоветовать активнее использовать средства борьбы с вредителями в профилактических целях опрыскивать растения инсектицидами добавлять в почву древесную золу дабы отпугнуть подбирающиеся к их цветам вредителей если вы родились под знаком стрельца и хотите вырастить садик из комнатных цветов не ставьте свои растения далеко от окна стрелец постоянно стремится вдаль и растения оказавшиеся под опекой представители этого знака будут весьма целеустремленными сильно вытягиваясь даже зимой в период наименьшей активности стрелец знак огненной стихии и независимо от того какому знаку принадлежат растения за которыми он ухаживает они будут в течение всего года нуждаться в свете и тепле чем дальше от источника света окажется ваше растение тем настойчивее и стремительнее они будут тянуть свои веточки к окну это может истощить растения поэтому ставьте их у окна или устраивайте искусственное освещение козерог представитель земной стихии но его земля кристаллизовалась и стала скалой поэтому основные проблемы с выращиванием комнатных растений козерогом будут связаны с недостаточной рыхлостью почвы ваши растения независимо от их знака могут болеть или плохо расти из-за излишнего уплотнения почвы секрет успеха козерога цветовода в рыхлой земле добавляйте в горшки с цветами песок и торф для рыхлости делайте хороший дренаж и почаще рыхлите верхний слой земли в горшке водолей цветовод должен более рассчитывать на чудо на легкую руку чем на удобрение и следование рекомендациям ботаников водолей знак неожиданностей поэтому невозможно предсказать с какими проблемами он столкнется выращивая комнатные растения ему всегда нужно быть начеку ведь его растения могут заболеть неожиданно однако воздушная стихия этого знака дает небольшую подсказку любые растения выращиваемые водолеем боются сквозняков холодный сквозняк при высокой температуре в комнате может быть губительным для них рыбы последний знак в зодиакальном круге знак мудрости удухотворенности божественности любые растения которые представители этого знака возьмутся выращивать будут чувствительны к духовному уровню своего благодетеля рыба наиболее далеки от суеты материального мира поэтому у людей рыб комнатные растения могут очень долго жить без удобрений и почти без полива для них нужнее пища духовная для процветания домашнего садика осветите свои растения в церкви или сами совершите над ними обряд освещения с чтением молитвы поливайте их святой водой и не думайте о суетном когда будете с ними общаться коллективное цветоводство сколько людей ухаживает за комнатными растениями столько и энергетических потоков таких же разных как сами люди устремляются на эти растения чтобы добиться хороших результатов при выращивании цветов сообща нужно сочетать секреты успеха в цветоводстве тех знаков зодиака над которыми родились эти люди однако секреты успеха некоторых знаков взаимо исключающие друг друга как в случае с тельцом и близнецами если за растением ухаживает одновременно телец и близнецы трудно вырастить сильное растение опытные цветоводы знают что комнатные растения привыкают к своему хозяину к определенному общению и уходу оставшись над время под опекой другого человека растение легко могут заболеть или погибнуть это связано с тем что получив нового покровителя растения впадают в шоковое состояние от внезапно обрушившихся на них новых энергий и от недостатка привычных энергий и привычного общения комнатные растения могут лечить наши души и тела гармонизировать состояние атмосферы в домах но во многом мы сами своим отношением к растениям помогаем им улучшить нашу жизнь поэтому чтобы вырастить сильное растение способное избавлять нас от плохого настроения болезней и загрязненности пространства нужно самому за ним ухаживать ну вот собственно и все у нас на сегодня но поделиться с нами своим личным опытом или выразить свое мнение можно в комментариях а с вами был канал цветы в доме комнатные растения если вы еще не успели подписаться то подписывайтесь и вы будете знать все секреты и нюансы выращивания своих комнатных растений а я же всех благодарю за оценки к видео и всем пока до следующих встреч в следующих встреч